День добрый! Как это продолжение проекта Перекресток миров и его возможное закрытие обзора на консольные игры вроде Бладборна, ну и немного моего коммерческого зазывалова, как обычно. Мелкие темы я не упомяну, все я о них скажу по ходу слова. Если вам не безразличен канал, думаю, вам будет интересно. Если же вас это не интересует, смело можете выключать и ждать следующего видео. Итак, начну сначала с адвоката Алдуина. Честное слово, мне в голову не могло прийти, что какой-то проходняк соберет вокруг себя такой ажиотаж. Да, я трудился над роликом, безусловно, три дня над ним работал, но по факту это проходняк по моей системе измерения собственного контента. Представьте мое удивление, когда этот проходняк обогнал все выпуски Перекрестка миров, вышедшие на данный момент вместе взятые. А над ним я работаю уже без малого в течение года. Я даже был не столько удивлен, сколько разочарован. Несмотря на все заявления о том, что людям нужен качественный контент, больше всего просмотров собирает то, что в верхних интернетах называется разоблачением. Не думайте, я не призываю вас не смотреть такие ролики, смотрите, что нравится. Да и мне вроде как грех, жаловаться все-таки много просмотров это хорошо. Благодаря этому ролику моя месячная выручка с ютуба дошла до баснословной суммы в 2000 рублей. Но все-таки, как я уже сказал, я сделал этот ролик за три дня, включая написание сценария, монтаж и рендеринг. Я не считаю себя бесталанным, а интернет полнится дураками. Я веду к тому, что такие вот разоблачения я мог бы по три в неделю, например, делать, да? Соответственно, по 12 в месяц, при этом, возросли бы как популярность, так и доходы. Но я лучше закрою канал, чем опущусь до такого. Вот поэтому и обидно. Я могу стать намного популярнее и богаче, чем есть сейчас могу, но для этого мне придется опуститься на самое дно. И в итоге то, что приносило мне удовольствие, станет лишь повергать в уныние. Итогом всего будет закрытие канала, так как настрой сразу же пропадет, а деньги для меня еще как пахнут. Ну, все это к делу не относится, это так, лирическое отступление. Да, многих усволновал этот конфликт. Немало людей из числа согласных со мной начали просто поносить Ивана, на чем свет стоит. Откровенно говоря, меня это не радует. Я в те дни перебанил кучу людей, как поддерживающих Ивана, так и поддерживающих меня. Потому что принятие моей стороны это не оправдание такому поведению, скотскому поведению. Вы хотите возвыситься, унитив кого-то? Тогда вы ошиблись адресом. С таким поведением вам дорога к Сагирову, который такие комменты лишь лайкает. Или к кастом-сторису, который, кстати, тоже заглянул в комментарии, к моему удивлению. Не знал, что он до сих пор тает обиду. Я закрепил комментарий, чтобы вам было интереснее. Что называется, вот она слава. Кстати, надеюсь, Михаил не обидится на то, что оскорбительный комментарий в его адрес я почти не удалял, кроме самых уж жестких. Все-таки он пришел сюда, чтобы покрасоваться, вот и пусть пожинает плоды. Хотя, зачем ему все это, непонятно. Под роликом Морка Подкастера, который нежданно-негаданно порекомендовал мой цикл Перекрестка Миров, за что ему, конечно же, большое спасибо. Так вот, в комментариях по тем ролика Михаила, который кастом-сторис не раз и не два причисляли к списку самых крутых лороведов СНГ по Dark Souls, скажем так. И меня в том списке, кстати, не было. Я думаю, ему есть чем гордиться. А свое мнение на этот счет я умолчу, конечно, но... Михаил, если ты смотришь это, я думаю, ты способен на большее, чем огрызаться на меня в комментариях, то я обиду. Ну и вот, возвращаясь к мистеру Кэту. Да, откровенно говоря, я считаю его глупым человеком. Я очень не люблю давать такую оценку, и делая это, я буквально переступаю через свое «не хочу». Но в моих глазах это именно так. И дело не в кривляниях и эпатажности. Дело, наверное, в общем поведении и в уровне анализа простейшей информации. В ролике я наглядно показывал вам, что у него дважды два получается сколько угодно, но не четыре. А то, как он себя ведет с другими. И посмотрите последний ролик Foxy Mix на эту тему, если еще не смотрели. Там перечислено еще больше фактов. Впрочем, не все из тех, что мне известно, к сожалению. Жаль, они слишком личные и не могут быть вынесены на показ. Как бы то ни было, поставить лайк на оскорбление человека – это все равно, что оскорбить его лично. Очень плохо, если до кого-то это не доходит. Сразу после выхода видео мой интерес к этому почти угас. Мне было любопытно наблюдать за движухой, но не настолько, как вам, наверное, кажется. Однако, даже на мой взгляд, в один момент все это чересчур затянулось. Вышла куча роликов разоблачений, пародийных роликов. Некоторые из них были интересные и смешные, соглашусь. Некоторые, откровенно говоря, вообще никчемные. Типа, этот сказал то, тот сказал это, а кто прав, не знаю. Но, ребята, давайте жить дружно и подписывайтесь на мой замечательный канал. Лишь воздух зря сотрясали. Удручает и то, что у некоторых это было первое видео на канале. В здоровом хайпе я не вижу ничего плохого, но начинать карьеру с хайпа на скандале – это такой себе старт. Если кому-то интересно мое мнение. И вот, кстати, перейдем к теме хайпа. Хотя нет, подождите, еще один забавный момент из всей этой движухи. Меня удивила довольно большая прослойка комментаторов, которые всерьез считают, что Иван просто-таки всех затроллил. Что его поведение и его слова – это троллинг. Ребят, ну что тут можно сказать? Мышление интернет-мемами не доведет вас до вершин разумности. Вам придумали это слово – троллинг, чтобы подменить им множество понятий, одни из которых – это оскорбление и глупость. Нет, дорогие детишки, Иван никого не троллил. Он вел себя так, как ведет всегда. К сожалению. Прикрывать каждую неудачу неким троллингом – это удел не очень разумных людей. Подумайте над этим. Ну а теперь уже о хайпе. Я не буду говорить, сколько в меня полетело обвинений в хайпе. Хотя почему не буду-буду? Много полетело. Мол, я хайпажор, ведь этот скандал вообще ко мне не относится. Это вообще не мое дело. Только это правда лишь отчасти. Во-первых, косвенно я ведь тоже лоровед. В лоре свитков я не разбираюсь так, как Фокси Микс и Эшкинг. Да, но я разбираю лор темных душ, Масса Фекта, Гарри Поттера. Значит, я тоже лоровед, верно? Хотя основной наезд был именно уже на названных блогеров. Однако в игру я вступил после разговора с Эшкингом, где он сказал, что будет хорошо, если я поддержу человека, то бишь Ксюшу. Олегу как-то вообще было по барабану все эти наезды на него. Он кремень. Он больше родил за лор и глупейшую дезинформацию. Да и по большому счету мне не нужны ничьи санкции, чтобы озвучивать мнение по тому или иному вопросу. А то, что у него больше подписчиков, чем у меня, ну и что теперь? Во-первых, так называемая плеяда адвокатских видео уже помнит эту игру сперва до бейся, когда, скажем так, аргумент о недостаточном количестве подписчиков с каждым месяцем смотрелся все более блекло. Во-вторых, что же мне теперь молчать, просто потому, что вот все школьники, любящие Скайрим, поселились на канале Кота? Да, именно школьники, они же ходили ко мне на канал, я видел, что и как они пишут. Хотя, признаться, было и несколько культурных упреков в мой адрес, которые сохранились в комментариях именно по той причине, что они культурные. Если бы я хотел хайпа, я бы делал подобное систематически. Слово систематически, детишки, ищите в словаре между словами синергия и сиська. На постоянной основе, то бишь. Был ли прирост подписчиков? Да, был. Но совсем не такой, ради которого стоило бы так заморачиваться. В один момент, надо сказать, я даже позавидовал другим, взлетившимся в скандале, у которых прирост пошел на 10-20 тысяч, а не как у меня на 3. Правда, я быстро вспомнил, что у меня все всегда через жопу, и успокоился. Ведь все-таки на них наехали, а теперь вселенская равновесие компенсировало им это, и это замечательно, на самом деле. Я очень рад. Эти 3000 и так бы ко мне приросли, просто чуть медленнее. Ну и самое забавное всего, что повеселило меня в этой ситуации. Попытки упрекнуть меня и других в том, что вся эта плеяда роликов это не что иное, как великий план Дарта Ивановича Сидиуса АК Мистера Кетха по накрутке себе подписчиков и рекламе. Мол, я его так пропиарил, что у него сейчас подписчики как попрут, ему это выгодно. Вы такие тупые, делаете ему бесплатную рекламу. Ну, ребят, я даже не знаю, что здесь сказать. Черный пиар тоже пиар, лишь в глазах не самых разумных людей, скажем так, которые в самом пиаре плохо разбираются. Вы комментарии-то читали? В основном пишут, что, мол, смотреть его невозможно, блевать тянет. И после такого вы всерьез думаете, что кто-то побежит на него подписываться? Ну, если побегут, то ничтожное количество, и это будут их проблемы. Также глупо считать, что его подписчики, мол, по моему плану должны были перепетнуться ко мне. Угу. Толпа невыросших людей, которые даже громадно писать не умеют. Спасибо не стоит. Моя целевая аудитория несколько иная. Опять же, те, что захотели, так это сделали. Ну и на всякий случай, я засек количество его подписчиков на момент выпуска моего видео, оно было приблизительно 147 тысяч. Сейчас оно 151 тысяча. Поистине, великий план. Ну и ставя точку во всем этом, я не презираю Ивана, и уж тем более не ненавижу его. Да, я считаю его откровенно глупым, по крайней мере, его поведение, а его контент шлаковым. Но, с одной стороны, ему нелегко приходится. Его целевая аудитория подписана на Skyrim, а ведь его контент можно отснять со всех ракурсов года так за 3-4, вон Ashking, например, подтвердит. Он же снимает по этой игре ролики уже 7 лет. Он просто уже не знает, чем еще занять людей. Вот и хватается за каждую соломинку. И будет хвататься, ведь до выхода ТС-6 еще года 3-4 минимума, а ролики-то делать надо. Так что, прежде чем поиграть за дверьми раскрываем мечом, придется еще прилично подождать, и развлекать еба-аудиторию Обливионом, Моровиндом или Даггерхолом, прости господи, не выйдет, уж больно, они все молодые. А просмотров-то хочется, ведь заработок с них очень неплох, уж мне, поверьте, я был за ширмой. С другой стороны, существуют идиоты, мрази и подлецы на Ютубе, по сравнению с которыми Иван — это невинный интеллектуал, так что гнобить его на сам факт существования тоже не стоит. Ну и хватит на эту тему уже болтать, согласны? Так, следующее, о чем я хотел бы поговорить, это проект «Перекресток миров» по вселенной темных душ. Да, на момент записи этого ролика отснято уже 5 частей, хотя выложены только 4. Пятая должна быть опубликована завтра, во вторник. Кстати, я понимаю, что вы ничего плохого не подразумевали, говоря, что наткнулись на два заблокированных ролика в плейлисте «Перекрестка», но меня почему-то это выбесило. Вообще, я решил себе устроить отпуск, поэтому под натурившись сделал 8 роликов и залил их на YouTube и решил их открывать постепенно, а сам в это время отдыхать. По иронии, именно в этот момент все мои друзья оказались заняты, и вот я уже целую неделю почти сижу и не знаю, чем заняться. Охренеть, да? А тут випы набежали, послышались указания вам «Задонать на Патреон, тогда получишь доступ». Нет, раннего доступа в этих роликах не было. Все гораздо проще. На Патреон, конечно, можете подписаться, буду рад, но дело не в этом. С ним я, кстати, сейчас реформу мучу с Патреоном, потом отдельный ролик на этот счет сделаю. И буду рад, если вы все-таки посмотрите. И тут еще люди приходят в комменты и пишут под роликами, мол, ты, конечно, молодец, но ты лучше давай-ка не этот ролик открой, а вот тот, который я хочу. Как будто потерпеть так сложно. И еще обидно, что несмотря на все ваши слова, мол, все ждут, все ждут, по факту я знал, и это подтвердилось в итоге, что просмотров эти ролики собирают смехотворное для такого масштаба количества. Ну, серьезно, ролик об Андромеде, недавний, над которым я особо не трудился, считая его слабым в плане проработки, коротким и не очень-то информативным, собрал уже 50 тысяч. А четвертая часть перекрестка еле доползла за три дня до 18. И что всего вдвое больше убогой игродурей, на которой вы плюетесь, ворчите, просто-таки желучью порой истекаете. Ну, смотрите. Да, не этого я хотел, но примерно этого я ожидал. Но вот уж точно ради чего стоило заморачиваться с этим проектом, так это ради ваших комментариев. Их действительно очень-очень приятно читать, несмотря на то, что они часто лаконичны. Приятно видеть, что по моему призыву распространить ролик в группе набирается аж по 50 репостов, что для меня близко к нонсенсу. К нонсенсу. Не знаю, как правильно, извините. И пусть это в итоге не помогает совершенно, все равно приятно. И, разумеется, приятно видеть, что другие блогеры, которые со мной не связаны практически вообще никак, а некоторые никак вовсе, упоминают его, при этом ничего за это не получают. Тут снова хочу сказать спасибо орку-подкастеру и Легендариуму за их помощь. Жаль, что все безрезультатно. Но, несмотря ни на что, я был удивлен услышать от некоторых, что, мол, вы думали, что я забросил проект. Нет, нет, проект будет доведен до конца. Насчет этого можете не беспокоиться. Все части уже давно озвучены, это вопрос лишь монтажа. На пятой части совершились рассказы по мотивам первой игры, наконец-то, и теперь можно приступить ко второй. Постараюсь к Новому году ее закончить, а в идеале закончить вообще весь цикл. Я не хочу говорить, сколько всего глав это замет, вот сами увидите, но все же немало. Кое-кто из комментаторов уже на самом деле угадал примерно их количество, но я не буду говорить, кто, когда и где. Однако, несмотря на все это, я серьезно подумаю над тем, чтобы не продолжать рубрику «Перекресток миров», включая в нее другие вселенные. Это очень сложная и трудоемкая работа, подойти 12 часов в день, и это лишь на стадии монтажа, не говоря про сценарий. И по факту я не получаю за это ни копейки, даже от Ютуба, потому что суммарно по просмотрам там не наберется и на 3000 рублей. Учитывая, что работы я с недавних пор лишился, и Патреон мой единственный источник дохода, то, возможно, придется пересмотреть целесообразность некоторых проектов, как и канал в целом. Но до этого еще нужно дожить, пока мем, что имеем, я сделаю короткий перерыв в роликах, отдохну, наконец, и продолжу рассказ о темных душах. Однако, забегая сильно вперед, один из будущих серьезных проектов, масштабных проектов, я планировал по вселенной Гарри Поттера. И я наткнулся на такой, знаете ли, облом. Для работы мне нужен был, в том числе, текст Большой Игры 4 под названием Игра с огнем. Авторы оказались весьма умны, чтобы написать такое произведение, но недостаточно умны, чтобы залить его хотя бы на живой журнал. В итоге тот сайт, на котором была размещена статья, накрылся медным тазом, и, как я не старался, текста нигде больше найти так и не смог. Я не король гугла, но я правда старался, и не нашел. Так что я прошу вас помощи, если у вас есть сохраненная копия или рабочая ссылка на рассказ Большая Игра 4 Игра с огнем, именно на него, а не на другие, потому что есть еще другие интерпретации четвертой части, то буду рад его получить. Его или ссылку, неважно. Кроме того, возможно, кто-то из вас знаком с другим моим проектом, с игропутешествиями. У меня уже готово несколько сценариев, но меня убедили, что не открывающие рот телепаты смотрятся странно, это ведь не Дарк Соулс. Я согласился, однако этот вопрос так и стоит нерешен, и я не знаю, как сделать движение гуг по команде. Попробовал спросить у другого блогера, который этим занимается и делает подобные ролики, но он не ответил, и, видимо, счел меня за очередного приставучего фаната. В итоге, кое-какие ссылки я смог нарыть при помощи того же легендариума, и, в принципе, уже можно приступить к тестовым съемкам, но, возможно, вы знаете по-настоящему действенные способы. Если знаете, буду рад, опять же, узнать их от вас. Если не знаете, а просто где-то что-то слышали и по какой-то там ссылке что-то вроде как есть, пожалуйста, не надо. Все эти вроде как я уже пробовал, время только зря потерял. Ну и да, у меня опять затык с добавлением вас в друзья в стиме. Опять кончилось место, поэтому человек 20 висят уже больше месяца. Извините, это не потому, что я такой черствый хрен. И поэтому я снова обращаюсь к вам за помощью. Если у кого-то есть ненужные карточки, буду рад принять их в дар. Повышая уровень, я расширяю предел списка друзей. Идиотское решение, как по мне, но работаем с тем, что есть. Кстати, возвращаясь к теме просмотров, если про перекресток я наперед знал, то вот ролик по GTA меня удивил от слова очень. Он даже не смог обогнать игры дурь. Ту самую, на которую вы так дружно все плюетесь. При том, что ролик в реализации был сложным, а футажи записывались еще с начала лета, по-моему, даже с конца весны. Да и лекал к построению ролика не было, все делалось с нуля. Я понимаю, тема GTA не такая уж интересная, особенно на моем канале, но не настолько же. Меньше 9000 просмотров это вообще не серьезно. Так что я принял решение не продолжать эту серию. Если к душам и другому у меня лежит душа, то тратить столько усилия на GTA впустую мне не хочется. Однако, в последние дни я увидел 2-3 комментария в стиле очень жду продолжения. Поэтому я оставлю это на ваше усмотрение. На днях в группе ВКонтакте и на Ютубе будут проведены опросы, продолжать или нет. По его результатам я и вынесу решение, но только при условии, что проголосовавших за на Ютубе будет не меньше 5000 человек. Я думаю, что это справедливо, что и 75 тысяч, хотя бы 5, должны хотеть его увидеть. Все-таки это довольно-таки сложно в исполнении ролик. Так что выбор за вами. Но если что, не обессудьте. Кстати, совсем забыл сказать, если хотите помочь, в продвижении роликов, то не просто ставьте лайки, но и оставляйте комментарии, если есть желание, конечно. Делайте репосты, если есть возможность. А возможность, как правило, у вас есть. Ну и, наверное, самое главное, Ютуб сейчас обращает пристальное внимание не просто на просмотр, а на его продолжительность. Поэтому, если вы, например, вдруг хотите просто послушать мой ролик, то вы поможете мне, если будете делать это не в аудиозаписях ВКонтакте или не жесткого диска в скачанном виде, а именно с Ютуба. Как раз для этого я плейлисты создавал, на любой вкус и цвет. Буду признателен вам за это. Вот да, кстати, я был удивлен, что такой ажиотаж собрал ролик видеоотчета о поездке в Питер. Конечно, все эти разговоры в стиле «О, я тебя совсем не таким представлял» или «Зачем ты себя показал? Все же было так хорошо!» Они вполне ожидаемы, но помимо них была обычная положительная реакция. Откровенно говоря, мне захотелось снять еще подобные ролики и как минимум один о собственном городе, ведь, как выяснилось, в Пензе достаточно много памятных и красивых мест, так что Пензе — это прямо как второй Питер. Однако, увы, проект был моментально похоронен, ведь видеокамеры у меня отродясь не было. Фотоаппарат, мало того, что неудобен для съемки, быстро садится батарея, нет возможности подключить микрофон, поэтому любуемся гипершумами города. Так еще при видеосъемке у него артефакт на Линдзе, думаю, вы его и так заметили. А покупать отдельную видеокамеру и микрофон к ней, даже самый дешевый, просто ради ролика, который не принесет ни копейки заведомо, это слишком расточительно, увы. Так что едва ли вы еще когда-нибудь увидите от меня такие ролики. Ладно, вот теперь точно хорошая новость, хорошая не только для меня, но и для вас. В рубрике ответов на вопросы мне как-то задали вопрос, часто ли я получаю посылки от фанатов и что мне присылают. Очень хотелось с ехистом ответить, что мол, если бы я кормился обещаниями, то у меня уже должно быть минимум два микрофона, четыре приставки, PlayStation 4, куча всяких фигурок и прочих мелких подарков. И это именно из тех, что уже взяли адрес, сказали, что выслали, а потом просто пропали в никуда. Никогда не понимал, зачем так делать. Ну не хочешь, не отправляй, неужели вы думаете, что я обижусь? Однако недавно я охренел от того, что два человека таки действительно одарили меня, почти одновременно создав прецедент. Так что теперь я стал счастливым обладателем приставок PlayStation 4 Slim и PlayStation 3. Сказать, что я рад, не сказать ничего, я очень вам благодарен. Так что те, кто жаждал увидеть обзоры и прочие перекрестки по Demon's Souls, Bloodborne, Last of Us и прочему, теперь ваши чаяния вполне могут сбыться. Однако я не буду притворяться, что все дело только во времени, оно в деньгах. Для съемки нужна карта захвата. Она стоит от 5 до 9 тысяч. Четвертая плойка умеет снимать сама, я знаю, но в разрешении 720 и то в каком-то не очень хорошем. Я уже попробовал и это на самом деле отвратно для глаза, так что без карты, увы, не обойтись. Ну и плюс сами игры. Я понимаю, возможно, это нагло звучит, но для меня действительно дорого все это покупать. Как я уже сказал, работы у меня больше нет. Мой заработок с Патреона в месяц 13 тысяч рублей. тратит на игру для обзора по 2-3 тысячи, а если новинка, то и все 4, не получая за это ни копейки, не говоря уже про карту, которая занимает 90% нынешней зарплаты, сами понимаете. И нет, я не в затруднительном положении. Мои доходы это мои проблемы, с ними я буду разбираться сам. Но меня не спонсируют, я не собираю серьезные деньги с Ютуба, поэтому если хотите ролик, уж будьте добры сами или в складчину с другими, но все же раскошельтесь. Что до игр на лицензионную PlayStation 3 их наверное сейчас днем с огнем не достать вообще. Так что тут наверное и деньги не спасут. Тот же Demon's Souls фиг найдешь, я думаю, по крайней мере у нас в городе точно. Надежда только на вас. Ну и переходя непосредственно к коммерческой теме, точнее наверное уж продолжая ее, тем, кого трясет, когда я начинаю свой монолог «Женеман Шпатис Джюр», могут выключать сразу. Остальным я могу предложить вот что. Во-первых, имея деньги на кармане и желание увидеть какой-то конкретный ролик по конкретной игре или на конкретную тему, вы всегда можете его заказать. Примером тому служат игры Relict по Демонике, который был заказан. Или целая рубрика «Ящик Пандоры», где я рассматриваю ваше же творчество. Как это работает? В случае с обзором например на игры вы просто платите и заказываете тему и направление. Чего я предложить не могу, так это продажу мнения. Я не могу обещать, что ваша любимая игра попадет в игры Relict. Нет. Если она того и вправду достойна в моих глазах, тогда безусловно, но она с тем же успехом может мне не понравиться. Да, быть честным невыгодно, а что поделать. Однако, я не думаю, что вы будете заказывать какое-то откровенное непотребство. Цена установлена в группе ВКонтакте в разделе «Товары», либо можете интересоваться прямо в личку, если угодно. И пожалуйста, избавьте меня от криков в стиле «Дорого». Глядя на людей, которые при вдвое меньшем количестве подписчиков зарабатывают месячную зарплату по моему городу, просто вставляя рекламу и имея спонсоров, мне хочется кого-нибудь убить. Например, вас. Кстати, там же во вкладке «Товары» вы можете купить кружку с изображением синего зайца или магнитик с ним же, из тех, что я как-то разыгрывал. Вы просили, мы организовали. Это не для коммерческого роста, конечно, это скорее для фана, но и для вас. Ничего особенного в них нет, но каждое изделие делается вручную и, что называется, с любовью. Да и вообще, подписывайтесь на группу, там порой интересные вещи появляются, включая ваше же творчество. Кстати, абсолютно бесплатно. Пока что. Недавно, вот, например, я выкладывал там набросок оглавления к первой третьей перекрестка миров. Эксклюзив, тёшки-матрёшки. И да, кстати, очень важный момент. Я так и решил вечно мучающий вас вопрос, что за музыка играет там-то и там-то. Теперь в меню группы вы можете проследовать в топик, где вся музыка указана по списку каждому ролику. Минус там только один. Всё заполняется мной в одну варюшку вручную, поэтому не быстро. Так что потерпите уж. Также буду рад, если вы подпишетесь на мой инстаграм имени Синего Зайца. Стараемся придумывать что-нибудь весёлое для вас. Ну и, конечно же, я буду очень признателен, если вы поддержите меня на патреоне или любым другим способом. Разумеется, по мере возможности. Кстати, если предпочитаете прямую отправку на карту, то не приписывайте в комментарии желательно ничего, что показало бы, что вы именно донатите или оплачиваете услугу. Уже давно замечено, что банковский бот, распознав подобное, может взять или с вас, или с меня, точно не зная процента за пересылку. Мол, раз блогер, плати тоже налог. Такие вот дела. Что же, на этом вроде бы всё. Кажется, я ничего не забыл. Спасибо, что хватило терпения всё это дослушать до конца. Через несколько роликов выйдут традиционные ответы на ваши вопросы, поэтому если у кого-то эти самые вопросы есть, задавайте здесь, под роликом с предыдущими ответами, либо в соответствующей ветке в группе ВКонтакте. Всем до встречи и приятного дня. Субтитры создавал DimaTorzok